Доброго времени суток! Сегодня я вам расскажу об опасных картинах, которые были, либо существуют по сей день. Так что запасайтесь вкусненьким чаем, печеньками. Приятного прослушивания! Картина Клода Мане «Водяные лилии» – один из шедевров мировой культуры. Интересно, думал ли сам художник, когда рисовал картину, что спустя десятилетия о ней будет идти столь дурная слава? А дело все в том, что за картиной тянется целый шлейф пожаров. Причем первый произошел у самого Мане, буквально сразу после окончания работы над картиной. Пожар в мастерской, где находились и «Водяные лилии», удалось быстро потушить. Сама картина не пострадала. В скором времени хозяевами картины стали владельцы увеселительного заведения на Монмартре. И месяц спустя владельцы паковали чемоданы, уезжая с горевшего здания Кабаре. Кстати, в чемодане была и сама картина – одна из нескольких вещей, которые удалось вынести из охваченного пламенем здания. После этого картину приобрел Оскар Шмидтс, меценат, живший в Париже. Ему повезло больше, чем прошлым хозяевам, и его дом стоял нетронутым целый год. Через год от дома остался лишь пепел. Причем пожар, по свидетельствам очевидцев, начался именно в той комнате, где висела картина Моне. Кстати, полотно опять оказалось среди той толики вещей, которые удалось спасти. И вновь картина перекочевала к новому хозяину. На этот раз не к единоличному владельцу, а в музей. Нью-Йоркский музей современных искусств. И его не обошел пожар. Он случился через четыре месяца. На этот раз полотно довольно серьезно пострадало. Еще одним полотном, которое постоянно сопровождают неприятности, является Венера-зеркалом. Диего Веласкеса. Первый владелец картины, испанский купец, разорился. Его торговля ухудшалась с каждым днем, пока большая часть его товаров не была захвачена пиратами в море. А еще несколько кораблей потонули. Продавая с молотка все, что у него было, купец сбыл и картину. Ее приобрел другой испанец, тоже торговец, владевший богатым складом в порту. Едва были переданы деньги за полотно, как склады торговца загорелись от внезапно ударившей молнии. Хозяин был разорен. И опять аукцион. И опять картина продается в числе остальных вещей. И опять ее покупает состоятельный испанец. Через три дня его зарезали в собственном доме при ограблении. Картина после этого долго не могла найти своего нового хозяина. Слишком уж подпорченная у нее была репутация. И полотно колесило по разным музеям, пока в одном из них на картину не кинулись душевнобольная туристка с ножом и не испортила ее. Несчастья, которые связывают с различными полотнами, бывают совершенно разными. Например, многие владельцы поклонения волхвов Питера Брейгеля, старшего, избавлялись от картины, считая, что именно с ней связано бесплодие в семье. Интересно, что кузина художника, с которой он нарисовал это полотно, также страдала бесплодием, которая будто передавалась через картину в Тесиме, где она хранилась. Дети не появлялись даже там, где до этого женщины рожали без проблем. Известно, конечно же, и слава знаменитой Джаконды Леонардо да Винчо. Картины якобы непонятным образом воздействуют на тех, кто долго смотрит на нее. Отмечал это еще и писатель XIX века Стендаль, который после долгого любования полотном упал в обморок. Смотрители Лубра отмечают, подобные обмороки не редкость. Они приключаются с посетителями довольно часто. Причем именно перед портретом Моны Лизы. Да и сам да Винчи по воспоминаниям близких был словно одержим картиной, постоянно пытаясь поправить детали, перерисовать и так далее. А во время работы у него часто случался упадок сил, наступала подавленность. Загадочные события происходили и с теми, кто ненароком обижал знаменитую картину Эдварда Мункта Крик. Стоимость этого полотна достигает 70 миллионов долларов. И, возможно, коллекционеры были бы безумерно счастливы иметь у себя эту картину в частной коллекции. Если бы не одно «но». Поговаривают, что картина будто мстит всем своим обидчикам. К примеру, сотрудник музея, случайно уронивший холст, а затем долго страдал от невыносимых головных болей, которые в итоге привели его к самоубийству. Другой сотрудник музея, также уронивший картину, спустя несколько дней попал в реанимацию после страшной автомобильной аварии. Сломано у него было практически все. Руки, ноги, ребра, тазовые кости. Один из посетителей музея, трогавший картину, в скором времени заживо сгорел. Дома во время пожара. Возможно, многое из того, что рассказывают про эту картину, вымысел. Но существуют десятки историй о том, что люди, каким-либо образом входившие в контакт с картиной, затем сильно болели, подали в тяжелую депрессию и даже умирали. Многие связывают такое воздействие полотна с жизнью самого художника. Мунг пережил смерть почти всех близких. Мать умерла от туберкулеза, Мунгу было пять лет. Любимая сестра внезапно умерла, когда ему было четырнадцать. Вскоре умер брат. А еще одна сестра заболела шизофренией. Сам художник переживал депрессии и сильнейшие нервные срывы. Много загадочных историй, связанные с портретами людей. Внезапная смерть или серьезная болезнь, впечатленных на полотнах людей, для некоторых даже не была такой уж и неожиданностью. Например, родственники мальчика Васи были категорически против того, чтобы художник, так уговаривший их, нарисовал Васю на одну из своих картин. Они были твердо уверены, это к большому несчастью. Мальчик все же позировал. А итог таков. Картина Перова «Тройка», где Вася идет посередине, стала очень известной. А мальчик внезапно умер спустя совсем короткое время. Подобных историй довольно много. К примеру, Боровиковский написал портрет Марии Лопухиной. И она безвременно скончалась от чахотки. С тех пор иногда поговаривают, что ни одна молодая дворянка умерла без всякой либо причины, лишь взглянув на портрет. Сейчас картина выставлена в Третьяковской галерее. И слухи вроде бы прекратились. Внезапная гибель постигла натурщиц таких известных художников, как Модильяне, Рубенс, Рембрандт. Самые известные полотна первого неизменно запечатляют его музу – Жанна Эбитен, которая вскоре разбилась, выбросившись из окна. Умерла и Саския, жена Рембрандта, которую можно увидеть, например, на картине Флора, и четверо его детей, которых он обожал рисовать. Причем трое из них еще в младенческом возрасте. Скоропостижно скончалась и вторая жена художника, Хендрика Стефритс. Ее он рисовал, пожалуй, больше всех. Похожая история и с близкими художника Рубенца. Его натурщицами неизменно выступали любимая жена и дочь. Обе умерли внезапно. Жена в 34 года, дочка в 12 лет. Среди русских художников несчастье преследовали и Серова, Репина, Сомова и других. Их натурщики умирали в скором времени после того, как заканчивалась работа над картинами с их изображениями. Девушки, изображенные на портретах, умирали быстро и совершенно неожиданно. Смерть настигала и тех, кого рисовал Илья Репин. В частности, на следующий день после окончания работы над портретами умерли сразу три известных личности. Композитор Мусоргский, Столыпин и хирург Пирогов. А еще восемь моделей художника умерли хоть и не на следующий день, но в течение очень короткого времени. Одна из картин, вызывающих страх, хранится в Эрмитаже. Это древняя икона, на которой изображен Христос. Раньше она была выставлена на всеобщее обозрение, но затем была изъята из экспозиции, так как работники музея были уверены, «Череда трагических смертей сотрудников, работавших в зале, где висела икона, связана именно с ней». Один из специалистов, обследовавших картину, выдвинул предположение, что от полотна исходят энергетические волны, причем на столь большой частоте, что воздействие на человека носит сильный отрицательный характер. Кто-то высказывал мнение, что икона принадлежит кисти человека, обладавшего сильными экстрасенсорными способностями. Поэтому энергетика направлена именно на людей подобной силы. А простому человеку находиться рядом с картиной очень опасно. Психически неравновешенным людям, просматривающим данную картину, становилось плохо. Эту картину нарисовал Билл Стоунхэм. Скандал начался после одной из выставок. Проклятая картина. Началось все в 1972 году, когда картина была нарисована Биллом Стоунхэмом по старой фотографии, где он был сфотографирован в пятилетнем возрасте и найденном в Чикагском доме, где он и жил до того времени. Впервые картина была показана владельцу искусствоведу в Лос-Анджелесе, который после чего и скончался. Может быть, это было совпадением, а может и нет. Затем картина была приобретена актером Джоном Мерли. Умер в 1984 году. Далее начинается самое интересное. Картину обнаружили на свалке среди груды мусора. Семья, нашедшая ее, принесла домой. И уже в первую ночь маленькая четырехлетняя дочка прибежала в спальню родителей с криками, что дети на картине дерутся. На следующую ночь, что дети на картине были за дверью. В следующую ночь глава семейства поставил видеокамеру на включение и подвижение в комнате, где висела картина. Видеокамера сработала несколько раз. Картина была выставлена на интернет-аукцион ebay. Вскоре на почтовые адресы администраторов ebay стали приходить тревожные письма с жалобами на ухудшение самочувствия, потерю сознания и даже сердечные приступы. На ebay стояло предупреждение, но народ, как известно, любопытный, и многие пренебрегали предупреждением. Текст сообщения приведен на одном из изображений. Картина была продана за 1025 долларов. Начальная цена составляла 200 долларов. Страницу с картиной посетили свыше 30 тысяч раз, но в основном просто ради интереса. Ее купил Ким Смит, проживавший в маленьком городке недалеко от Чикаго. Он как раз подыскивал что-нибудь для своей только что отремонтированной художественной галереей на просторах Инета. Когда он наткнулся на «Hands Resist Him», то сначала подумал, что ее нарисовали в 40-х годах, и она прекрасно подойдет для него в качестве экспоната. Это было бы концом истории, но письма стали приходить теперь на адрес Смита. Многие из них были, как и раньше, с рассказами о плохом самочувствии после просмотра картины. Но были и те, кто писал о зле, исходившем от нее. Другие требовали просто сжечь ее. Ему предложили услуги даже Эд и Лорен Уоррены, известные как «Изгоняющие демонов». Некоторые даже вспоминали известные убийства Сатила в лесных холмах штата Калифорния. Призраки двух детей, как говорят, часто посещают дом на холмах. Экстрасенсы утверждали, мы видели мальчика. Он носил легкую футболку и шорты. Его сестра была всегда в тени. Он, казалось, защищал ее. Их звали Томом и Лаурой. И они, как две капли, похожи на детей, изображенных на картине. Картина «Плачущий мальчик». Из всех загадочных совпадений, лишь немногие кажутся столь же жуткими или столь тревожащими любой рациональный ум, как те, что окружали пожары «Плачущего мальчика», нисходившие из первых страниц газет по всей Великобритании. Краткая история заключалась в следующем. После серии «Ни с чем другим не связанных возгораний» было открыто, что одна из тех же картин, дешевая репродукция изображавшего «Плачущего мальчика», присутствовала в каждом из комнат, где начинался пожар. Эта деталь могла быть отвергнута, как нелепое совпадение, если бы не выяснилось так же, что во всех случаях, без исключения, эта картина избежала повреждений, в то время как все вокруг сгорело. Необычное явление стало достоянием общественности в начале лета, когда один пожарник Питер Холл в интервью крупной газете сообщил, что пожарные бригады по всей Северной Англии находят бесчисленное множество экземпляров этой самой картины, оставшихся нетронутым огнем, что начался по непонятной причине. Холл решил проговориться лишь после того, как его собственный брат Рой, отказывавшись верить в эту историю, намеренно купил копию «Плачущего мальчика», чтобы опровергнуть ее проклятость. И вскоре после этого его дом, по неясным причинам, сгорел дотла. Увидев, что картина лежит в полной сохранности посреди обугленных руин, Рой Холл поспешно придавил ее ботинком. Вслед за публикацией этого интервью, один британский ежедневник получил целый поток писем и звонков от владельцев мальчика, пострадавших таким же образом. Дора Брент из Митчима в графстве Суррей и видела, как ее дом превратился в пепелище через шесть недель после того, как она купила картину. И хотя у нее было еще более сотни других, именно эта одна уцелела. Сандра Краске из Кильбруна сообщила, что она, ее сестра, мать и их друг все погорели после того, как каждый заимел соответствующую копию. Другие сведения приходили из лица. Градство Ноттингем. 21 октября перилу Пицца Пелес в Грейт-Яхмунде Градство Норфулс был сожжен до уголька, хотя мальчик остался в превосходном состоянии. Через три дня Готберы тоже потеряли свой дом. При пожаре репродукции, висевшей у них в гостиной, осталась неповрежденной, хотя все прочие картины сгорели от отла. На следующий день в Хесуопле, Градство Мерсендей, пара картин, висевших в гостиной, в столовой дома, принадлежавшего семье Амос, выжили при том, что все здания разорвала часть от взрыва газа. Не прошло и суток, как появилось новое сообщение о пожаре плачущего мальчика. На этот раз из дома бывшего пожарного Фреда Троуэлла одна газета предложила всем владельцам картины устроить ее массовое сожжение. Хотя большинство в Британии считало, что вся история затянувшаяся шутка, другие были менее в этом уверены. К ноябрю некоторые бывшие владельцы мальчика нажили нервные болезни от того, что им все время казалось, что дух, уничтоженный имя картины, теперь намереваются мстить. Одна женщина из лица была уверена, что именно картина виновата в гибели ее мужа и трех сыновей, а другая, миссис Вудборд, чувствовала, что с мальчиком связаны внезапные смерти ее сына, дочери, мужа и матери, произошедшие в результате не связанных друг с другом, но относящихся к пожарным несчастным случаям. Когда к нескольким пожарным бригадам обратились в просьбу прокомментировать растущую истерию по поводу картины, те отказались обсуждать это дело, идти участвовать в различных массовых сожжениях, происходившись по всей стране. Тем не менее, трагедии продолжали случаться. 12 ноября Мальком Воган из Глотшера помог своему соседу ужить очередного плачущего мальчика. Он вернулся домой и обнаружил, что вся гостиная уже в огне, вспыхнувшим непонятно как. Через несколько недель таинственное пламя прошлось по дому Веста над Марой, графство Эван, убив его обитателей. 67-летнего Уильяма Армитраджа и дело попало в заголовки газет от того, что картины нашлись совершенно целой, рядом с обугленным телом старика. Один из пожарных, пытавшийся потушить огонь, впоследствии сказал, «Я никогда раньше не верил в проклятие, но когда вы видите телехонькую картину напрочь в сгоревшей комнате, и она единственная, что не пострадала, то вы понимаете, что это перешло все границы». Ну что ж, на этом про картины мы закончили. Если вам понравилось и вы хотите подобных историй, пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Приятного вечера!